В начале оперативного совещания подвели итоги Дня города, празднование которого длилось три дня. Огромную благодарность глава городского округа выразил всем, кто принимал участие в масштабных мероприятиях, обеспечивал безопасность. Благодарственное письмо за высокопрофессиональную подготовку Геннадий Панин вручил Ирине Кузнецовой. Наградили также тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на торжественной церемонии в Зимнем театре. Это главный тренер футбольной команды «Знамя труда» Анатолий Киртаки и заместитель начальника 23-го отряда противопожарной службы Алексей Зайцев. Продолжили говорить о текущем. Создается новый центр управления регионом муниципального уровня по обработке обращений жителей на портал «Добродел». В Орехово-Зуеве до конца месяца он должен быть принят в эксплуатацию министерством. 21 сентября в объединенном городском округе пройдет сразу несколько событий, как церковных, так и светских. Эта традиционная акция «Наш лес, посади свое дерево». В целях проведения акции на территории городского округа Орехово-Зуево для посадки саженцев организовано 26 площадок площадью более 11 гектаров. Назову наиболее крупные из них. На центральной площадке города Орехово-Зуево вдоль набережной по улице Якова-Флиера планируется высадка липовой аллеи и декоративно-лиственных кустарников. Начало акции 9.30. На дворовых территориях, где выполнены работы по комплексному благоустройству, акции стартуют в 10 часов. Говорили о премии «Наша Подмосковья». От Орехово-Зуево подана 441 заявка на участие. В этом году количество победителей составит 1000 человек. Призовый фонд премии – 180 миллионов рублей. На Парковском мосту продолжаются ремонтные работы. За прошедшую неделю были установлены перила по правой стороне, а также металлические барьерные ограждения, разделяющие пешеходную часть от проезжей. Произведена укладка асфальтобетонной смеси на тротуарах, утрамбованы подходы, заасфальтировано дорожное полотно. По словам директора филиала КСМУ, вопрос с возгоранием одного из заброшенных помещений на улице Карасова остается нерешенным. В результате пожара огонь перекинулся на котельную спецпредприятия, которая пострадала. Отапливаются от нее три дома, стоящие на этой улице. Мария Александровна, тогда вам будьте добры, либо удаленно с коллегами отработайте сегодня и подготовьте нашу позицию по этому вопросу. Мне Александр Владимирович докладывал о том, что вопрос решен с КСМУ в части переключения на ЦТП, которое было построено застройщикам. Застройщик дал согласие, именно об этом говорил. Теперь возникает вопрос по финансированию с нашей стороны. Здесь нужно рассмотреть о том, что было передано имущество в определенном состоянии теплоснабжающей организации, единый теплоснабжающий по городскому округу Орехово-Зуево. Понятно, что случился пожар, нужно понять и по чьей вине до конца и так далее, но тем не менее проанализировать наши договорные отношения, зону ответственности. И, естественно, отопительный сезон не за горами, пока мы тут между собой разобраться не можем, люди могут оказаться заложниками. Поэтому рассмотреть инициативу КСМУ и в части того, что озвучил Виталий Валентинович. За прошедшую неделю сотрудниками МВД России Орехово-Зуевское было зарегистрировано 1226 сообщений о происшествиях.